Привет, друзья! В этом видео я хочу рассказать вам немножко за терминал F в международном аэропорту Борисполь. Почему же именно за терминал F? Потому что с 31 марта планируется возобновление работы терминала F в международном аэропорту Борисполь. И туда должна перейти основная масса лоукостеров. Но по лоукостерам особо я рассказывать не буду, а вот за авиакомпанию SkyUp расскажу. Потому что основная масса рейсов будет выполняться с этого терминала. И туристам нужно понимать, как же добраться до терминала F в международном аэропорту Борисполь. Значит, смотрите, друзья, планируется туда поставить бесплатные шаттлпассы. Какая будет периодичность и маршрут движения, получается, еще неизвестно. Потому что сегодня у нас 27 марта и пока что официальной точной информации нет. Поэтому, скорее всего, будет дополнение к этому видео. Но на данный момент можно добраться до этого терминала F от терминала B. А вот до терминала B сейчас на данный момент входят бесплатные шаттлпассы от терминала D аэропорта Борисполь. Ну, смотрите, за моей спиной сейчас находится остановка, откуда отправляются эти бесплатные шаттлпассы. Выглядит этот шаттлпасс пока что вот таким вот образом. Также тут должен быть график движения этого шаттлпасса на вот этом месте. Но его на данный момент чего-то нет. Поэтому только из практических знаний могу вам сообщить интервал движения этого шаттлпасса. Сейчас получается у нас 10 часов. Один уже шаттлпасс отправился. Я жду второй. И мы увидим примерный график движения этого шаттлпасса от терминала D до терминала B. И дальше там немножко нужно будет пройтись от терминала B до терминала F. Сейчас мы все это и посмотрим. Значит, описать это место, откуда отправляется этот шаттлпасс от терминала D до терминала B, могу таким образом. Это рядышком с местом оттуда приезжает экспресс Киев-Борисполь. А также рядышком здесь находится остановка отправления скайбасов из аэропорта Борисполь до южного вокзала в Киеве. Друзья, сейчас вы видите, как же выглядит этот шаттлпасс изнутри. Как видите, внутри это обычная маршрутка, по-моему, на 22 сидячих места и абсолютно нет ничего оборудованного для того, чтобы где-то разместить багаж. И если это будет, конечно же, большой пассажиропоток в терминал F, то этот вариант шаттлбасса, ну, явно не очень будет удобным и комфортным для пассажиров, которые будут вылетать из терминала F. Итак, друзья, сейчас вы видите небольшой фрагмент движения этого шаттлбасса по своему маршруту от терминала D до терминала F. Полностью весь маршрут движения я показывать не буду, просто назову, что примерное время движения составило до 5 минут. Это с учетом того, что шаттлбасс делает по своему маршруту пару остановок, буквально там до 30 секунд одна остановка. И приезжает на стоянку для автобусов, которые находятся возле терминала B. И дальше от этой остановки до терминала F нужно пройти буквально 300 метров, что я вам покажу дальше в этом видео. Итак, приехал я на этом шаттлбассе от терминала D до терминала B в аэропорту Борисполь. Значит, смотрите, приходит он на первую платформу. На этой платформе есть расписание, графика движения этого шаттлбасса. Значит, в среднем интервал движения составляет 20-30 минут. Дальше, друзья, смотрите. Рядышком с этим терминалом находится терминал F. Вот за моей спиной нужно перейти через стоянку автобусов. И там буквально несколько метров пройтись до терминала F. Сейчас я вам все это, естественно, покажу. В общем, пойдемте посмотрим, как же выглядит этот путь от терминала B до терминала F. Итак, друзья, дальше полностью весь маршрут от того момента, когда вы вышли с этого шаттлбасса до терминала F, показывать не буду. А только покажу и расскажу основные точки на этом маршруте. Значит, смотрите, вы просто переходите эту автобусную остановку, и как только вы ее прошли, вы сразу увидите здание терминала F в аэропорту Борисполь. И дальше, условно говоря, по прямой пешеходной дорожке вы направляетесь в этот терминал. Даже если вы будете с багажом, в принципе, я не думаю, что вам будет трудно преодолеть этот маршрут. Потому что продолжительность, то есть расстояние от автобусной остановки до терминала F составляет там 306 метров, по-моему. Поэтому буквально 5 минут вам нужно, чтобы дойти до самого терминала F. Но, кстати, еще вот такая информация. Если же кто-то все-таки захочет пройтись пешком от терминала D до терминала F в аэропорту Борисполь, то я бы, наверное, все-таки не рекомендовал бы этот маршрут. Потому что расстояние от остановки экспресс Киев-Борисполь, там, где вы выходите с этого поезда, до терминала F составляет почти 2 километра. И, естественно, если вы будете с чемоданом, то это будет явно не самый лучший вариант. Поэтому, если все-таки выбирать альтернативу этому шаттлбасу, то, скорее всего, лучше рассмотреть вариант такси. От терминала D в аэропорту Борисполь до терминала F. Итак, вот мы пришли к терминалу F. Сейчас вы видите, за моей спиной находится вход в терминал F. Значит, смотрите, по состоянию на 27 марта еще ведутся работы по открытию этого терминала. Поэтому, естественно, внутрь туда мы зайти еще не можем. И объективной информации о том, какое внутреннее состояние данного терминала, я не могу вам дать. Но, я думаю, уже в ближайшее время скоро появится эта информация. Ну и вы сможете это все увидеть на нашем канале PSN Travel. В целом, друзья, хочу немножко рассказать вам за суть этого видео. Потому что сам терминал F я вам не показал. Еще нету информации, точной информации, какое будет сообщение с этим терминалом. Как будут сюда ходить шаттлбассы и как сюда будут добираться туристы. Но, как всегда, у нас в Украине делается все задним числом. Поэтому, некоторую видеоинструкцию я попытался изложить вам в этом видео. Потому что именно в этот терминал собирается перебраться туроператор JoinUp со своей авиакомпанией SkyUp. Откуда он и будет выполнять основные рейсы. И, естественно, чтобы у вас была вся эта информация под рукой. О том, как же в первое время можно добраться до терминала F в аэропорту Борисполь. Я постарался все изложить детально в этом видео. И вы всегда сможете воспользоваться этой подсказкой. Если будете смотреть это видео на нашем канале PSN Travel. Друзья, вот таким вот образом выглядит дорога до терминала F в аэропорту Борисполь. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе объективной и достоверной информации о том, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительными впечатлениями.